А вы знаете, что общего между Советским Союзом и Ураном? Они оба имеют свойство распадаться. Get ready, summer, shadow ready. И добро пожаловать в Day Air Survival. Собственно, давайте же начнем на легкой сложности. Так, как выбрать сложность? А, нужно как-то... А, понятно, понятно, что ничего не понятно. Как выбрать сложность? А это, друзья мои, как вы уже поняли, по названию Выживач. И давайте же начнем. Нормальный режим. Без обучения. Один неверный шаг. И вы покойник. Друзья мои, игра это про выживание в Советском Союзе, как вы уже поняли. В апокалипсисе. Не зомби-апокалипсисе, а обычном, ядерном. Город встретил меня мертво, тишиной. Пройдя вперед, я наткнулся на уродливую воронку от взрыва. Вайнали. Надо набрать припасов, сколько смогу. И лекарств, и еды. И так, в поисках истины наше задание. Основное задание выполнено. Почему-то... Окей, давайте же будем искать и подберем все. Все, кроме сигарет. Потому что сигары это зло, друзья мои. Курение убивает. Минздрав предупреждает. Товарищи заполяренцы. По постановлению госполкома, все поставки медикаментов направлены на обеспечение нужд госпиталя. Походу, что-то у нас такое происходило. Мы тут до этого недавно. И так, можно найти кремень. Всякий, по факту, мусор. И так, но его мы тоже подберем. Что это? Новый совет. Большие локации разделены на несколько частей. Запомним. И так, да, вот видите, у нас подсвечена. Одна половина дома у нас наполовинку разделена. Так, нет, на самом деле половинка от половинки отделена. Да, макарошки. У нас тут также есть очень интересный скелебро, который, что это, папиросы. А, это сигарета, а это папиросы. Ну, наверное, это разница какая-то есть. Честно говоря, не знаю, потому что я не курю. И вам, как говорится, не советую, ребятки. Так, что это за копеечки? Какие-то копеечки. Навряд ли они, конечно, нужны. Хотя, в будущем можно будет медь себе сделать. Грязная вода я не буду ее брать, наверное, потому что лишнее место. А тряпки, вот я думаю, что возьму. Наверняка не понадобится. Так, у нас есть сломанный пистолет. Поврежденный, точнее, ножичек. Пульки. Также есть старые монеты. Можно выгодно продать скупщику какому-то. Мы уже про каких-то скупщиков тут знаем. Также у нас есть факел. Наши задания в поисках истины. Судя по тому, что я увидел, город был поврежден какой-то болезнью. Это была настоящая эпидемия. В местной школе даже организовали полевой госпиталь. И нашей задачей, собственно, туда и проникнуть, в эту шкилу. Так, давай-ка узнаем историю этого места. Поезд 004. Отправление. Так, списки по поездам будущего вывешены 19 сентября. Судя по графику эвакуации, жители давно покинули Заполярный. Отправились на поездах в Мурманск. Так, Мурманск, ты направился, чел мой. Но ты не забывай про припасы, во-первых. А во-вторых... Так, окей, мы не можем. Потому что у нас тут монтировочка нужна, либо топорчик. Окей. Так, давай-ка мы выбьем дверьку. Выбьем дверьку, чтобы найти карты. Карты какие-то, которые тоже можно продать. Судя по значку. Разломаем же досочки, чтобы разжечь костер. Я не уверен, что тут, конечно, безопасно разжигать костер. И, в принципе, что-то сделать. Но окей, думаю, это не важно, ведь мы можем посмотреть какие-то рецепты. Так, что тут у нас мы имеем, мы ничего не знаем, не умеем. Печально, но все-таки лучше, чем ничего. Мы можем сварить себе макароны. Но они, думаю, не протухнут. Поэтому давай-ка одни сварим себе. Ну давай, ладно, окей. А еще одни. И побежим куда? Вот сюда. Вот сюда побежим. Ага, смысла в этом нет. Так, погнали. Осмотримся. Попробуем прочистить воду, которую мы нашли. Для этого, кстати... Да, мы можем ее по факту почистить. Для этого особо ничего сверхординарного нет. Вот так, по стой смысле. Нужен огонь. Так, а он тут... Он тут. А, он в этой части здания. Все. Все хорошо. Так, кипятим. И вывернули мы себе водичку. Так, вижу я тут дорожку к машинкам. Машинкам, которые... Че, тут только машина. Можно слить топливо, но думаю, не надо. Особо нам это... Так, опыта у нас тем временем идет. Так, на четвертом у нас откроется, кстати, клей, копье и все вот такое. Кстати, мы можем пока что пойти и скрафтить кремниевый топор. Думаю, что это на будущее будет очень полезно. Потому что как раз-таки, кстати, мы можем открыть при помощи этого топора неизвестные части школы. Давай, я думаю, так мы это сделаем. Ага, слишком темно. Ну, используй тогда факел, который у тебя почему-то есть из ниоткуда. И мы получили неплохое количество припасов. Так, кулинарный рецепт. Отлично, узнаем, как готовить же макарошки по-флотски. Или ту самую легендарнейшую пиццу из школьных столовок. Что тут у нас? Пыльный журнальчик. Книженцы. Который можно продать скупщику. Не знаю, каких-то скупщики тут нашли. Все. И давай-ка мы что? А как крафтить факел, кстати? Ага, нам понадобится топливо. Давай-ка предлагаю взять дрова. И на будущее взять тряпки. Тряпки, которые мы и пустим на крафт факел. Потому что факела это пока единственный наш источник освещения. Так, тем временем у нас мало энергии остается. И давай-ка я предлагаю взять кремни. Вообще поискать тут что-то. Угольки. Так, все нашли, кроме трупика. Так, мы нашли кастрюльку. Не знаю, вторая ли нужна. Но тем не менее. Давай-ка возьмем это. Возьмем то, другое. И с крафтим факел. Еще один. Нет, даже два. Думаю, с крафтим факела. Потому что на больше ей не хватит топлива. Так, погнали к следующей части этого здания. Не знаю, насколько рационально их обыскивать. И, кстати, во-первых, скелетик тут у нас со спичками. Спичками. И всякая груда облака. Нападение! На нас топали крысы! Вот черт. Так, давай. Начнем же. Бай. Так, постой. Что тут? А, мне нужно выбрать оружие. Окей, у нас топорик, кстати, уже поломан. Надо будет его как-то аккуратненько с ним. Так, крыса. Ну, давай, крыса. А, отойдем. Как-то от крысы. И давай. Подойдем. Фига на тебе! И на тебе! И еще на тебе! Отлично! У нас появился, друзья мои, господа, ужин. Хе, отлично. Погнали. Хотя мы даже макарошки не использовали. А, слушай, они прогниют через несколько дней. А, ну, испортится крыска через дольше дней. Поэтому давайте-ка, я думаю, что мы пойдем к костру. Сколько ему тут еще? Шесть часов. Я предлагаю почитать книженцу эту. И пойти куда-то поспать. Потому что... Потому что, друзья мои, навряд ли это безопасно оставаться в одной комнате с пламенем. И давай. Давай-ка мы пойдем поспим. Мы немножко подвратим себе хп, но тем не менее. Не знаю, из-за чего. Наверное, наверное, из-за голода. Да, не из-за голода даже, а из-за жажды. Давай-ка мы... Вау, слушай, питательные макарошки. Давай-ка мы съедим их. Попьем. Блин, вода как-то мало восстанавливает. Я сказал бы. Так что это мы можем. Мы можем сварить сгущенку. Так, ну и мы получили хвостатая котлета. Что? Требуется крысятина, хлебушек, сухарики. Точнее, солька. Также нам нужен ножик для этого. Скорость пешком увеличится на 3 километра. Это вам не хухри-мухри. Так, ножик. Я предлагаю взять себе и сделать еще один топор. Потому что как-то они, по мне, честно говоря, быстренько ломаются. Фильтр для воды. Так, не буду я тратиться. Ну и окей. Так, дрезина. Наше следующее местоположение. Жалко то, что она навряд ли рабочая. Но окей. Так, продолжить путь. Уйти. На путях я нашел дрезину. Древесную. Точнее, древнюю. Но, смотря на ее вид, когда я прижала рычаг, она плавно сдвинулась с места. Проехав на дрезине пару километров, я увидел, что у подножья насыпи течет ручей. Вокруг раскинулась поляна с густым разнотравием. Давай наберем себе ягодок. Надо ехать дальше. Так, наступила ночь. Да что вы врете? Сейчас ночью. Ой, дня, точнее. Земля скрылась за туманной. Дымка остановиться и разбить лагерь. Думаю, будет хорошим решением. Поспать можем. Отлично. Тогда надо было вот поспать в этой катсцене. Так, давай-ка. Лезть через окно, либо вскрыть дверь топором. У нас есть топор. Вроде как. Несколько ударов топором, и проблема с дверью была решена. Я вошел внутрь. Полупустая масленка там нашлась. Дай продолжим обыск. Смотри. Обыскать все внутри я нашел только моток веревки и спрятанную бутылочку водки. Постой. Заметив меня, животное тут же приняло агрессивную позу. Это же рысь. Отпугнуть ее... Отпугнуть факелом. Я закричал и махнул факелом прямо перед рысью. Но факел прогорел. Внимательно осмотрим состав, который мы нашли возле дымки. Головной вагон уткнулся в землю и по у подножья насыпи. Обыскать головной товар, конечно... О, изолента, вот, кстати, must have, потому что нам же... Мы тратим же изоленты достаточно много на топорики, а много так не находим. К вою волка присоединилась оставшаяся стая. Пожалуй, уйдем. Осмотрим. Какое-то тельце на путях. Буры от грязи бушлат. Противогаз без фильтра. Подходная сумка на плече. Так, постой. Обострение диалога США. Мурманский. Так, короче. Заглянем в сумочку. Нашли бинты. Вот, отлично. Так, стащить труп с путей. Мы можем либо похоронить его, либо не трогать дальше. Ну, давай, давай все-таки похороним беднягу, потому что... Да, мы сами пострадаем, но все-таки у нас есть водочка. У нас есть водочка, которой мы немножечко воспользуемся, так сказать, праздничек небольшой. Так, что это тайник выжившего и ворон в клетке. Внутри клетки сидит маленький ворон, любопытно смотрит на меня. А, это премиум, друзья мои. Это у нас премиум, который можно купить за небольшую цену. Но, кстати, тут у нас... Во-первых, давай-ка мы пока что, пока день не будем брать. У нас все неплохо. Мы нашли велосипед. Чинить его, кстати, надо будет. Периодически переносимый вес 40 килограмм. Скорость по шоссе 15 и 10 по бездорожью. Использовать, конечно. И сразу все стало намного лучше. Надеюсь, не надо будет как-то съезжать, спускаться и подниматься на велосипед. И что тут у нас такое? Бункер, который можно только взрывчаткой. Окей, это, наверное, какая-то премиумная штука. И давай-ка посмотрим, что мы можем сделать. Так, мы можем сделать копье на 12-15 урона. Предлагаю его, кстати, и сделать. Для этого нам нужно... Что нам нужно? Что нам нужно? Нам нужно то, что тут нету. Окей, палки тут, конечно, есть. Давай-ка возьмем палки, воду и обыщем челика. Обыщем челика с сушеным лососем. Как говорится, погиб от леща. Хорошенького такого леща. Так, также тут у нас еще лещ. И монеточки. Монеточки всегда будут полезненькими, даже после окончания жизни большинства людей. Итак, давай-ка мы погоним в обгоревшую военную часть. Неудивительно, кстати, что она обгорела, потому что, ну, камон. Итак, на здании штаба я обнаружил открытую вентиляционную шахту. Похоже, это военный бункер. Спуститься. Давай вернемся позже и... С копьем. С копьем. Да, я думаю, что это будет полезно. Наверняка он будет вот в этом кратере. А, вернуться позже. Давай осмотримся. Ничего не можем тут найти. Окей. А, ничего нету тут. Просто вообще не... Вообще нигде ничего нету. Окей, давай тогда пойдем к зданию. Наверняка там будет клемень. Да, тут клемень и какой-то... А что это? Сгоревшие обломки. Угалек тоже полезен. Так, и окей. Давай-ка мы сделаем за 30 минуточек сделаем кремниевое копье, чтобы прям оборванцем туда не идти. Можем ли мы сделать какую-то броню? Да, но на будущем уровне мы сможем сделать что-то типа противогаза. Окей, тогда пока что я думаю, что нам надо будет... Постой, тут не все. Это еще не все. Так, давай обыщем турпешник. Найдем тряпочки. И поищем еще что-нибудь. Давай-ка найдем. Обыщем. И все это подберем. Так, уже темнеет. Поэтому давай-ка мы разожжем костер. Спичечки используем для этого дельца. Итак, есть ли тут еще что-то? Там есть кратер. Тут у нас есть... У нас какое-то там ателье было. Так, какое-то необычное здание, кстати. Так, велосипед. Я вижу состояние нашего транспорта. 99, но в принципе нормально. Так, что это за здание я, кстати, не прочитал. Но в принципе классика. Постой, подобрал к тушу крысы. Я уже не помню, честно говоря. Но окей. Так, давай-ка подберемся. К сути этого здания. Что это? А, это какой-то музыкальный центр. Что это у нас тут? Какие-то интересные штукенции. Берем, берем. Все берем. Хотя кастрюлю я бы повыкидывал бы. Потому что... Хотя, может, у нее прочность какая-то есть. Которая... Ну смотри, да, у нее есть прочность. Но в принципе... Окей. Если что, сдадим скупчикам. Если они, конечно, в будущем появятся. И окей. Так. А мы еще не сможем, кстати, скрафтить котлету нападения. А вот теперь мы сможем скрафтить. И давай. Фух. Нападай. Нападай. Я готов. Так. Я, может быть, близко подобрался. Да, да, да. Близко я подобрался. У нас с какой-то защитой даже. Вау. Я даже откинул крысу. Давай. Теперь, кстати, я с защитой. Вау. Какая-то ты резвая. Так. Давай-ка мне сюда. С себя саму. Давай. Возьмем тут. Поищем. Обыщемся. И найдем кашу. Отлично. Значит, не сдохнем. Ой. Извиняюсь. Карта какая-то. Так. Также мы тут нашли домик. Домик. Огород наш можем найти. Но не нашли. Окей. Было бы прикольно, кстати, если бы мы там какой-то щавелек хотя бы даже нашли. И окей. Интересно, можно ли, кстати, облутываться вне локациях. Так. И у меня уже энергии навряд ли хватит на будущее. Можно 5 энергии потратить на вот это вот. Все. Дельцы. Так. У нас тут, по-моему, кастерок был. Давай-ка мы что сделаем. Навряд ли мы сможем что-то сделать. Я слишком устал. Говорит. Перекуси тогда вкуснейшим блюдом. Так. Давай-ка. Можем пожарить, кстати, крысятину. Потому что... Да. Потому что это единственное, что мы можем... Так. Давай-ка пить можем. Мы можем, кстати, перегнать в спирт. Очень интересно, кстати. Ну и, друзья мои, давайте же мы поспим в этом доме. И закончим на этом серию. Большое спасибо тебе, зритель, за просмотр. И надеюсь, тебе понравилось. До скорой встречи. Увидимся. Пока.